Привет, друзья! Предлагаю вам связать красивый ажурный узор, который очень похож на орешки. Раппорт узора состоит из 20 петель и 12 рядов. При поворотном вязании количество набранных петель должно быть кратным 20, плюс 3 петли симметрии, плюс 2 кромочные петли. Этим узором можно связать топ, майку, футболку, платье, ажурную кофточку. Вот так выглядит лицевая сторона узора. Вот такие орешки получаются ажурные. А вот так смотрится изнаночная сторона. Теперь давайте посмотрим схему этого узора. Это схема для поворотного вязания. В ней приведены только лицевые и нечетные ряды, а все четные и изнаночные ряды нужно вязать по рисунку. То есть так, как смотрят петли. Все накиды нужно провязывать изнаночными петлями. Раппорт узора состоит из 20 петель и 12 рядов. Здесь раппорт узора обведен красной рамочкой. В этом узоре есть петли симметрии после раппорта. Вот 3 изнаночные петли. Они же приведены условные обозначения к этой схеме. Давайте теперь приступать к вязанию этого узора. Я на спице классическим способом набрала 25 петель. То есть 20 петель это раппорт узора плюс 3 петли симметрии плюс 2 кромочные петли. Будем вязать 1 раппорт узора. Начинаем вязать с первого ряда. Итак, кромочную петлю я снимаю и вяжу раппорт. 3 изнаночные петли. Потом у меня 1 лицевая петля. Затем накид. Следующие вот эти 2 петельки мне нужно провязать вместе 1 лицевой с наклоном вправо. То есть за передние стеночки. Потом изнаночная петля. Дальше вот эти 2 петельки я провязываю вместе 1 лицевой с наклоном влево. То есть за задние стеночки. Накид. Лицевая. Затем 3 изнаночных. Первая. Вторая. Третья. Потом я провязываю лицевую. Накид. Вот эти 2 петли провязываю вместе лицевой с наклоном вправо. Потом у меня изнаночная. Вот эти 2 петельки провязываю вместе 1 лицевой с наклоном влево. Накид. 1 лицевая. Раппорт я связала. Вяжу петли симметрии после раппорта. Это 3 изнаночных. Первая. Вторая. Третья. Последняя это кромочная изнаночная. Первый ряд я связала. Дальше нужно вязать второй ряд. Это изнаночный четный ряд. И все четные ряды нужно вязать по рисунку. То есть так как смотрят петли. Накиды провязываем изнаночными петлями. Дальше в этом видео я буду показывать только как вязать лицевые нечетные ряды. Третий ряд по схеме. Кромку я снимаю. Начинаю вязать раппорт. 3 изнаночные. Дальше вот у меня 7 петель. И мне нужно выполнить перекрещение петель 3х3 с наклоном вправо с центральной изнаночной петлей. Для этого я беру вот эту дополнительную спицу. И первые вот эти 4 петельки с учетом вот этой изнаночной петли переснимаю на дополнительную спицу. И я размещаю вот эти петельки за работой. Вот таким образом. Затем я должна провязать одну лицевую. Потом у меня накид. А следующие 2 петли нужно провязать вместе одной лицевой с наклоном вправо. Но так как я вяжу бабушкиным способом, мне нужно развернуть стеночки этих петель. Я вот так их переснимаю на правую спицу. Возвращаю на левую спицу. То есть я повернула стеночки вот этих 2 петель. И вот теперь я их провязываю вместе одной лицевой с наклоном вправо. Потом вот у меня на дополнительной спице 4 петли. Я переснимаю самую крайнюю петлю. Вот это у меня изнаночная центральная петля. И я ее провязываю вот изнаночной петлей. А потом возвращаю следующие вот 3 петельки с дополнительной спицы на левую рабочую спицу. И я их буду провязывать следующим образом. Значит вот эти первые 2 петли я провязываю вместе лицевой с наклоном влево за задние стеночки. Потом делаю накид. Следующая петля у меня лицевая. Потом я вяжу 3 изнаночных. Снова лицевая петля, накид. Вот эти 2 петельки я поворачиваю, то есть разворачиваю стеночки этих петель. И провязываю вместе лицевой с наклоном вправо. Потом у меня изнаночная. Вот эти 2 петельки я провязываю вместе лицевой с наклоном влево. Накид, 1 лицевая. Раппорт я закончила. Вяжу петли симметрии. Это 3 изнаночных. Последняя это кромочная, изнаночная. Теперь вяжем пятый ряд по схеме. Кромку я снимаю, начинаю вязать раппорт. 3 изнаночные. Потом я провязываю 1 лицевую. Накид. Следующие 2 петельки я их разворачиваю, потому что я их буду провязывать вместе 1 лицевой с наклоном вправо. Дальше я провязываю 1 изнаночную петлю. Вот эти 2 петли провязываю вместе лицевой с наклоном влево за задние стеночки. Накид. Потом 1 лицевая. Затем 3 изнаночных. Снова 1 лицевая. Накид. Вот эти 2 петельки я разворачиваю. И провязываю их вместе лицевой с наклоном вправо. Потом у меня изнаночная петля. Эти 2 петли провязываю вместе лицевой с наклоном влево. Накид. Лицевая. Раппорт я закончила. Вяжу петли симметрии. 3 изнаночных. И последняя это кромочная изнаночная. 7 ряд по схеме. Кромку снимаю. Вяжу раппорт. 3 изнаночные. Потом я провязываю 1 лицевую. Накид. Вот эти 2 петли я их разворачиваю. И провязываю их вместе. 1 лицевой с наклоном вправо. Потом у меня изнаночная петля. Вот эти 2 петли провязываю вместе лицевой с наклоном влево. Накид. Лицевая. Потом 3 изнаночных. Снова лицевая. Накид. 2 петли разворачиваю. И провязываю вместе лицевой с наклоном вправо. Изнаночная. Следующие 2 петли провязываю вместе лицевой с наклоном влево. Накид. Лицевая. Все. Раппорт я закончила. Вяжу петли симметрии. 3 изнаночных. Последняя это кромочная изнаночная. Теперь вяжем 9 ряд по схеме. Кромочную петлю я снимаю. Вяжем раппорт. 3 изнаночные. Потом лицевая. Накид. 2 петли разворачиваю. И провязываю вместе лицевой с наклоном вправо. Потом изнаночная петля. Следующие 2 петли провязываю вместе лицевой с наклоном влево. Накид. Лицевая. Затем 3 изнаночные. Потом вот у меня 7 петель. И мне нужно выполнить перекрещение петель 3 на 3 с наклоном вправо. И у меня будет центральная изнаночная петля. Я беру дополнительную спицу. Сейчас на эту дополнительную спицу я переснимаю вот эти 4 петельки вместе с центральной изнаночной петлей. И размещаю эту спицу вот так за работой. Затем вот я провязываю лицевую, делаю накид. Следующие 2 петли я должна развернуть, потому что я их провязываю одной лицевой с наклоном вправо. Вот так. Дальше мне нужно снять вот эту петельку с дополнительной спицы. Это изнаночная центральная петля. Вот. И я ее провязываю изнаночной. А потом все оставшиеся 3 петли с дополнительной спицы я перевожу вот на левую рабочую спицу. И провязываю их следующим образом. Значит, вот эти первые 2 петельки я провязываю вместе лицевой с наклоном влево. Затем делаю накид. Потом одна лицевая. Все. Раппорт узора я выполнила. И вяжу петли симметрии после раппорта. Это 3 изнаночных. Последняя кромка изнаночная. Теперь вяжем 11 ряд по схеме. Кромку снимаю. Вяжу раппорт. 3 изнаночные. Потом одна лицевая. Накид. Вот эти 2 петельки я их разворачиваю. И провязываю их вместе лицевой с наклоном вправо. Потом изнаночная. Следующие 2 петельки провязываю вместе лицевой с наклоном влево. Накид. Лицевая. 3 изнаночных. потом 1 лицевая накид 2 петельки разворачиваю и провязываю лицевой с наклоном вправо потом у меня изнаночная следующие 2 петли провязываю вместе лицевой с наклоном влево накид лицевая все раппорт я закончила вяжу петли симметрии это 3 изнаночных последняя кромочная изнаночная и так я провязала 11 рядов высотой сейчас нужно провязать последний 12 четный изнаночный ряд и его мы вяжем по рисунку то есть так как смотрят петли и так друзья вот я связала высоту 12 рядов это и есть раппорт узора и теперь узор нужно повторять с первого ряда у меня получается вот такой узорчик и начинают вырисовываться вот такие ажурные орешки значит на этом образце я выполнила раппорт узора один раз в ширину один раз в высоту и давайте сравним с другим образцом там где более четко видно этот узор вот этот образец и на этом образце я выполнила раппорт узора два раза в ширину то есть вот один раппорт узора вот второй раппорт узора и 4 раза в высоту и получаются вот такие симпатичные ажурные орешки добавляйте такой узор в свои копилочки и всем большое спасибо за внимание пока